В этом году сферу сельского хозяйства Костанайской области ждет массовое технологическое перевооружение. Цифровые технологии будут внедрять как в растениеводстве, так и животноводстве. В общей сложности запланирована реализация 68 проектов. Чтобы ускорить процесс, в регионе создадут агротехнологический хаб. Там будут готовить квалифицированных специалистов. В этом году Костанайские фермеры начнут работать с электронными картами полей. Будут использовать автоматизированную систему севооборота. Животноводы смогут следить за скотом с помощью дронов. К тому же в регионе планируют внедрить электронные штрих-коды для маркировки готовой продукции. Они дадут полную информацию о происхождении мяса для конечных потребителей. Надо, чтобы каждый фермер задумался, хочу ли я зарабатывать больше, хочу ли я лучше жить, хочу ли я конкурировать с другими. Он должен продавать больше продукции, она должна быть лучшего качества, она должна быть дешевле, чем у других. Если он это поймет, то он поймет, для чего ему цифровизация. Она просто сокращает в разы затраты на управление, на ресурсы. Некоторые кустанские фермеры это уже поняли. Самой популярной среди них технологией остается спутниковая навигация. В отдельных хозяйствах на технику ее начали устанавливать еще три года назад. А вот более сложные системы пока спросом не пользуются. Специалистов не хватает, а зарубежных приглашать дорого. Поэтому на базе местного университета создадут агротехнологический хаб, где будут готовить своих инженеров. Мы хотим внедрять новые технологии с других вузов мира, которые уже внедряют данные технологии. Допустим, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, которые очень сильно в сфере АПК. То есть такой хаб будет, где будет локализован бизнес, наши фермеры и наука. Но, как выясняется, хорошие кадры и дорогостоящие оборудования залогом успешной цифровизации являются лишь наполовину. Для этого нужно не только хорошее оборудование, но и устойчивый широкополосный интернет, чего у нас в селе не хватает. Мы у себя поставили оборудование, но оно, правда, конечно, маломощное, но желательно, конечно, уже интернет был устойчивый. А вот устойчивый интернет, к сожалению, есть не везде. В регионе, согласно официальной статистике, 80% населенных пунктов имеют широкополосный доступ к всемирной паутине. Учитывая взятый курс на цифровизацию, местные власти обещают уже в этом году увеличить количество интернет-пользователей, а через пять лет и вовсе закрыть проблему. Артем Грапов, Сергей Трахтенберг, Санискалбаз, Хабар-24. Беспилотная техника позволяет значительно сократить себестоимость земледелия, минимизируя человеческий фактор. Об этом в своем послании говорил президент. Его поддержали и международные эксперты. Они отмечают, что новые технологии, применяемые у нас в Казахстане, станут серьезным рывком в развитии агропромышленного комплекса страны. Реально очень важно для билатеральных отношений в России. Приятно, что Нурсултан Азарбаев в послании отметил развитие науки и университетов. Именно с этого и начинается в 21 веке весь процесс развития. Увидел в послании такой пункт, как беспилотная техника. Это прекрасно, это инновационно, но нужно очень осторожно к этому подходить. Один из самых логичных, на мой счет, моментов посланий стал выход на международный рынок. Это принесет прибыль. Мы сегодня пытаемся разработать дорожную карту по многим направлениям между нашими странами. Где-то получается, а где-то есть вопросы. Главное, что процесс идет. Есть четкие планы и идеи. Врачи новой формации появятся на востоке республики. Инженеров, медтехников, способных обслуживать новейшие рентген-табораты и томографы подготовят в техническом вузе Усть-Каменогорском. Подобной практики в казахстанской медицине еще не было. В будущее отечественной системы здравоохранения заглянул Вячеслав Витлугин. Сложнейшие хирургические операции доверят технике. Буквально через месяц в городской больнице Усть-Каменогорска откроют первый в Казахстане центр роботохирургии. Вот только отвечать за работу даже самых умных механизмов все равно будут люди. Поэтому врачей будущего подбирают уже сейчас. Хотим создать такую образовательную программу, чтобы этих специалистов подготовить в нашей области. Это впервые в Казахстане будет организовать. Для этого у нас проводится сотрудничество с другими странами, такими как Россия, Германия, Япония. В этом году в техническое перевооружение медучреждений области вложат рекордную по региональным меркам сумму в 24 миллиарда тенге. Обслуживание современного оборудования доверят отечественным медтехникам. В Казахстане их подготовят впервые. В Казахстане инженеры, способные обслуживать медицинское оборудование, очень востребованы. Сейчас наши клиники привлекают зарубежных медтехников. Думаю, скоро мы их заменим. Обучат казахстанских медтехников специалисты с международным опытом. Ведущие инженеры Австрии и Беларуси. Во всех наших медучреждениях есть бюро технического обслуживания медтехники. Там, где его нет, дополнительно расширяется штат, чтобы подготовленные в вузах специалисты без работы не остались. Чтобы студенты детально разбирались во всем, им устроят стажировку прямо на заводах-изготовителях рентгенов и томографов. Вячеслав Фетлугин, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Казахстанские инициативы в Совете безопасности ООН должны способствовать укреплению мер доверия. В этом уверен экс-глава Международного договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Более 30 лет он служил в Российском генштабе и Министерстве обороны и сейчас является ведущим экспертом по отношениям России и НАТО. По мнению военного аналитика, в период, когда доверие между ядерными державами достигло критического показателя, инициативы Казахстана должны быть услышаны всеми государствами, членами Совбеза ООН. Все инициативы президента Казахстана, их 6 пунктов, которые он озвучил, начиная с укрепления режима нераспространения и кончая укреплением мер доверия, они все политически выверенные, все очень разумные и все конструктивные. Сейчас мы опять вернулись, скажем так, ну по моей оценке это 60-е и 70-е годы, то есть ноль доверия. То есть доверие нужно опять выстраивать. Очень хорошее предложение президента Казахстана для укрепления доверия нужно заканчивать с разделением мира на военно-политические блоки. В центре Кабула прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник на автомобиле подорвал себя возле здания Национального директората безопасности Афганистана. В результате нападения погибли 95 человек, 158 получили ранения. Ответственный за теракт взяла на себя радикальная группировка «Талибан». На месте взрыва работают следователи. Есть ли среди погибших и раненых иностранцы, пока еще неизвестно. Замглавы афганского МВД сообщил об аресте четверых человек. В Венесуэле из-за затянувшегося кризиса растет число детей, страдающих от недоедания. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ. Если 9 лет назад случаев отставания в росте и весе среди несовершеннолетних было чуть больше 3%, то сейчас показатель вырос до 15,5. Несмотря на то, что местные власти помогают населению, этого недостаточно. Представители ЮНИСЕФ вновь призвали правительство Венесуэлы принять чрезвычайные меры для борьбы с недоеданием. На протяжении последних лет страна переживает острейший кризис. Он сопровождается стремительной инфляцией и обесцениванием национальной валюты. В Международном валютном фонде полагают, что в этом году рост потребительских цен Венесуэле превысит 2300%. А в Сирийске Алеппо постепенно возвращается жизнь. Спустя год, с тех пор, как правительственные силы восстановили контроль над городом, оживился местный рынок. Несмотря на то, что он по-прежнему в руинах, некоторые торговцы уже возобновили свою работу. Считается, что рынок в Алеппо – самый древний в мире крытый базар. Когда-то он был центром региональной торговли. Купцы со всей планеты приезжали сюда, чтобы покупать ткани, одежду, духи, специи и сувениры. Рынок включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории находится крепость XIII века и огромная мечеть. Почти всё это было частично или полностью разрушено в ходе вооружённых столкновений. Напомню, повстанцы захватили Алеппо в 2012 году. Бои за город продолжались четыре года. Мы вернулись и открыли магазин, но что касается продаж, то никто не приходит, и это проблема. Покупатели придут, когда будет безопасно. Открылись три-четыре ряда. Пока нет электричества, нет воды. В городе Сринагаре индийского штата Джаму и Кашмир прошло торжественное открытие отреставрированной могилы Мухаммеда Хайдар Дулати. Величайший литературовед, автор труда Тарих и Рашиди, похоронен на кладбище султанов империи Великих Моголов Мазар и Салатин. У изголовья могилы стоит информационная табличка на урду и английском языках, установленная в 2015 году. Работы по реставрации инициированы посольством Казахстана в Индии. Также по инициативе посольства и при поддержке Центра изучения Средней Азии Кашмирского университета была организована международная конференция «Мухаммед Хайдар Дулати. Золотой мост между Индией и Казахстаном». На ней отечественные и индийские ученые выступали с докладами о жизни и деятельности известного историка. Посол Казахстана в Индии Булат Сарсинбаев в своем выступлении рассказал аудитории о расширении стратегического партнерства между двумя странами в сфере образования и культуры. Фактически привели первозданное состояние, вот как это было в 16 веке. Восстановили вот этот комплекс. Здесь лежит Мухаммед Хайдар Дулати и его члены семьи. Между Астаной и Ташкентом расширяется туристическое сотрудничество. Это доказывает недавно запустившиеся между странами автобусные сообщения. Таково мнение председателя Госкомитета по развитию туризма Узбекистана Азиза Абдухакимова. За прошлый год Самарканд посетили 2,5 миллиона человек и многие из них граждане нашей республики. Для того, чтобы развить туризм, Узбекистан намерен установить безвизовый режим для нескольких государств и усилить меры безопасности в своих городах. В целом в соседней стране насчитывается свыше 7300 культурных и исторических объектов. А в скором времени появятся новые зоны отдыха «Древняя Бухара» и «Самарканд-Сити». Будут упрощены визовые процедуры. Кроме того, 40 стран также находятся в том списке, где будет упрощен визовый режим. Я думаю, эти меры являются одним из основных. Вторая работа, которую мы ведем, это транспортная инфраструктура. Это означает, что мы должны увеличить количество полетов, снизить тарифы на авиарейсы, создать новые возможности для приезда в Узбекистан. В том числе, мы, как потенциально видим, это железнодорожное сообщение, автобусное сообщение. И вот, вы знаете, недавно даже с Казахстаном запустили автобус. Ярмарку вакансий для осужденных провели в Костанайской области. В колонии-поселении с отбывающими наказания встретились представители центра занятости, служб пробации и руководители производственных предприятий. Расскажет Наталья Строкова. Потенциальные работодатели провели собеседование с каждым соискателем. Сергей Богданов в их числе. В колонии-поселении он меньше года. На ярмарке для него нашлась вакансия слесаря. Я составил договор, подписал его, и с завтрашнего дня я выхожу на работу в качестве слесаря. Здесь, в учреждении. На свободе мы уже в дальнейшем без работы не останемся. То есть, нас бы как бы уже увидели и знают, что мы можем действительно работать. В колонии на поселении 182 человека. 70% из них трудоустроены. Часть работает на территории учреждения, в цехах по металлоизделиям и обработке дерева. Другие на выездных объектах. Приезжает автобус, их вывозят на объекты также. Они работают с 9 до 6 вечера. Также их обратно привозят сюда, в колонию-поселение. Как они освободятся с учреждения, мы готовы трудоустраивать на наших объектах в дальнейшем. Тех, кому доволе остались считанные дни, консультируют специалисты центра занятости. Осужденным готовы помочь не только с трудоустройством, но и с переобучением. У некоторых людей нет даже образования, специальности, то, что они хотят обучиться, специальности получить при необходимости, то, что можем направить их на трехмесячные курсы, чтобы они получили какую-нибудь специальность. Трудоустройство является первым шагом в ресоциализации осужденных после освобождения, что непримерно будет способствовать сокращению уровня уголовных правонарушений и преступлений. Из 30 участников ярмарки работу получила половина. Самыми востребованными оказались газоэлектросварщики, строители и плотники. Наталья Острокова, Ермик Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24. Октюбинских сирот бесплатно обучают сапожному делу. Рабочими навыками делятся сотрудники крупной мастерской города. Пока в подмастерьях трое парней, у которых далеко идущие планы. Елена Устимович познакомилась с теми, кто мечтает о собственном деле. Ивану Девятову 24 года. Он специалист газовой отрасли, но работать по специальности не стремится. Хочет открыть собственный бизнес. Для старта выбрал всегда востребованное занятие ремонт обуви. Тем более в социальном доме, где сегодня живет молодежь, есть специально оборудованное для этого помещение. Решил заняться сапожным делом, потому что у нас там есть мастерская своя, мастеров нет. Это такая работа для терпеливых, усидчивых людей. Я как раз из таких. Главное, чтобы интерес был к этому делу. У меня есть интерес работать. Секретами мастерства с учениками делятся сапожники одной из крупных мастерских города. Здесь сразу поддержали идею представителей региональной палаты предпринимателей. На обучение безвозмездно приняли троих парней. За месяц их обучат основам профессии. Останется только набраться опыта и можно открывать собственный бизнес. Владелец мастерской обещает оказать и дальнейшее сопровождение. Мы готовы обеспечить приначальным материалом, необходимым, самым материалом, который нужен будет им для того, чтобы начать свою производственную деятельность самостоятельно. Клей, резина, кожа, нитки, молнии для замены замков на обуви. По мере расхода материалов мы будем уже помогать даже приобрести где его. На сегодняшний день в центре проживают более 100 молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. При строительстве объекта спонсоры сразу позаботились о занятости сирот. Разместили в центре ателье, мастерскую по ремонту обуви, помещение для салона красоты. А во дворе построили две теплицы. Самое главное обучить ребят, чтобы они могли сами зарабатывать. Обучить предпринимательство мы сможем сами на бесплатной основе на базе палаты предпринимателей. Они пройдут курс бизнес-советник. Есть швейный цех, мы призываем всех владельцев ателье оказать социальную помощь данным детям, подросткам. И плюс есть две теплицы по 75 годатных метров, мы призываем все крестьянские хозяйства. Оказать содействие, обучить ребят, чтобы они смогли заниматься предпринимательством. Представители региональной палаты предпринимателей намерены и дальше содействовать молодежи в рамках проекта «Бизнес-школа». Здесь также готовы помочь идейным ребятам получить грант на реализацию своей мечты. Елена Устимович, Болтмолдогалиев, Октубе, Хабар, 24. Стоит и требует небольшого ремонта, а потому приют пока ютится в старом здании. Волонтеры совместно с ветеринарами уже проинспектировали будущий реабилитационный зооцентр. Серый, белый, пушистик. Все эти кошки оказались на улице по вине своих прежних хозяев. Больных, измученных и голодных их подобрали неравнодушные люди и передали волонтерам. Если одни уже выздоровели и привитые, то новенькие пока на карантине. Сейчас здесь их 8 штук. Хочу вам рассказать про рыжего. Он к нам попал с панкреатитом. У него желудок был забит костями. Он неделю буквально жил на одних только внутривянках. Он был худой вот такой. У него не было ни живота, ни мяса, ничего. Он даже стоять не мог. Кошек держат в помещении, которое волонтеры сами посменно отапливают дровами. А вот собаки живут на улице. Даже щенята. Потому что нет условий. Проблеме создания адекватных условий для животных, попавших в беду в Павлодаре, уже больше 20 лет. Неравнодушным людям, которые ухаживают за такими собаками и кошками, приходилось постоянно менять свою дислокацию. Последним пристанищем этого стихийного питомника стал этот вот заброшенный частный дом. Но скоро ситуация изменится. Благодаря поддержке городского общественного совета у волонтеров появится свой офис. В этом здании разместится первый в Казахстане реабилитационный центр для животных. Этот вопрос уже давно выстоит. И надо его как-то решать. Благодаря общими усилиями и администрации, и городской, и областной. Нашли спонсоров. Благодаря спонсорам нашли здание, которое сегодня вы его видите. Начинает его благоустраивать, обустраивать. Здесь в четыре раза больше здания, чем у нас было. Мы прям нарадоваться не можем, что мы будем работать наконец-то в комфортных, достойных условиях. Во-вторых, мы очень благодарны и признательны за помощь. Все-таки внимание обратили, все-таки слова с делом не разошлись и помогли. Общественники обещают помочь провести косметический ремонт здания. А вот спонсоры – оснастить его современными вольерами и другим инвентарем. Кстати, с сегодняшнего дня в Павлодаре запустили первое зоотакси. На такой машине владельцы питомцев могут возить их к ветеринару, на выставки или соревнования. Из Павлодара Саловат Смирбулатулы, Самат Аспанов и Алексей Мельницкий. Хабар 24. Такими были итоги этого дня. Мы с вами скоро встретимся. До встречи. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!